Мы хотим одного. Помогите нам достроить. Обманутые дольщики просят помощи у спикера Государственной Думы Вячеслава Володина. Строительство их дома остановлено два года назад. Мы обращаемся вот к этому лицу, которому мы доверяем, которому мы верим. Вы обращаетесь ко всем. К дому на 4-м Чернышевском проезде люди уже пытались привлечь внимание. Два года назад на многоэтажке появилась надпись «СОС». Сейчас объект включен в число проблемных, и вопрос по его достройке решается в рамках рабочей группы, которая создана по инициативе спикера Госдумы. По поручению Вячеслава Володина с дольщиками встретился депутат Государственной Думы Николай Панков. Нужно в любом случае искать инвестора сюда, а под инвестора нужен инвестиционный какой-то участок, который возьмет строитель. Больше здесь ничего. Проблема была и у жителей микрорайона «Звезда». Летом этого года они также обратились к Вячеславу Володину. Просили помочь построить им школу и детский сад. Проблема была в земле. Она принадлежала Министерству обороны. Мы прорабатываем вопрос с землей. Мы исходим из того, что те земли, которые планировали занять под школу, значит, правильно занять под школу и построить школу. Рабочий проект школы на 850 ребятишек. Что касается садика, еще раз надо посчитать, посмотреть. И также необходимо отводить землю под садик. После обращения Вячеслава Володина к министру обороны вопрос был решен. Уже получены акты передачи земель. Вскоре будет подписано соответствующее постановление. За участие в решении организационных вопросов по передаче земли губернатор вручил благодарственное письмо Николаю Панкову. В свою очередь депутат Госдумы отметил старания областной и городской власти, представители которой участвовали во встрече с заместителем министра обороны. Теперь на решение своей проблемы надеются и дольщики дома на 4-м Чернышевском проезде. Оксана Лючева, Алексей Фениц, Аратов, 24.